Всем салям, друзья, с вами Дикий Даник, и недавно я задумался, кто меня знает лучше, моя родная мама или мой лучший друг. Я подготовил откровенные, во сколько лет я лишился бедственности, жесткие, во сколько лет мне сделали обрезание, и порой стыдные вопросы, где я случайно обкакался. Слушай, я правда не знаю, как я маме это буду задавать, мне прям с трех. Перед началом ролика обязательно поставь лайк, напиши любой комментарий и подпишись на этот канал. Нас уже практически 500 тысяч, мы начинаем. Во сколько лет я лишился бедственности? А ты где была в этот момент? А давайте прям сейчас бабушке наберем. Алло, алло, это будет долгая съемочка. А еще он сделал вот так. Как супер подарок, получит вот такую. Мне нравится уже. Целовался ли я с паркой? Здесь показывается настоящий друг, потому что я знаю эту историю. Я просто вспоминаю этот вкус. Ну, палил. Ой. Мне сделали обрезание. А, это же со мной. Где случайно обкакался? Когда он в последний раз случайно обосрался, а я что, свечку держал, что ли? Моя игра, моя игра. Ну что, мой друг, мама, сегодня мы посмотрим, кто из вас знает меня лучше всех. Вы готовы? Да. Вопросы реально сложные. Я сам, правда, не знаю, кто из вас победит. Я сам не знаю ответа на эти вопросы. Первый вопрос, ребят. Начнем сразу с жести. Во сколько лет я лишился девственности? А я что, свечку держал, что ли? А, это же со мной. Ребята, варианты ответа. 18, 21, 16, 14. Так, так. Мне даже интересно, что мама думает. Лох я какой-то там. Ну что, ребята, давайте показывать. Раз, два, три. Шмолен. Шестнадцать, это третий вариант. Ну что, вы неплохо меня знаете, ребят. Это правильный ответ, и вы зарабатываете по одному баллу. Хочу напомнить, что кто больше наберет баллов, тот получит от меня супер подарок. Фотографии с того самого момента, который от нас сегодня. Хороший темп, давайте второй вопрос. Какой мой самый любимый супергерой? Человек-паук, Бэтмен, Железный Человек или Супермен. Давайте, ребят, показывайте ваши варианты. Раз, два, три. Ага! Блин, вы что-то идете прям суперровно? Где-то, сзади меня зеркало. Где? Она все видит. Я, короче, реально ходил в школу, одевал костюм и сверху одежду. И приходил, и типа, ребята, ребята. Я спайдермен. Так, ну молодцы, молодцы. Я приятно удивлен, что вы так хорошо вас любили. Конечно, ты меня просорал уши этим спайдерменом. Да ты его тоже любишь. Я его не люблю. Я тебя люблю. И я тебя люблю. Моя любимая футбольная команда. Манчестер Юнайтед, Реал Мадрид, Барселона или Донецкий Шахтер. Мне кажется, Барселона как-то выделяется за этот список. По принципу того, что у них с братом разные предпочтения. Я точно знаю, что у младшего первое. Младший натурал. Я точно знаю, что мы младшенький натурал. А так у них разные предпочтения. Так, ладно, я... Может, я обшибусь? Ну, похеру я сейчас. Ты подарок, подарок. А что за подарок? Я напоминаю, что победитель всего этого получит вот такую замечательную футболочку. Так, собери. Жанна, можем не стараться, можем не стараться, реально. Три, два, один, погнали. Так, второй, третий. Ну что, Диман? Я хуже знаю. Вот и первый момент, когда ты лоханулся. Моя любимая команда, Реал Мадрид. Ты мне даже привозил футболку из Мадрида, по-моему, когда ты был в Мадриде. Я в Мадриде, а третясь не был. Я был только в Барселоне. И привез мне футболку Реала. В том-то и дело. Понимаешь, что ты сказал в Барселоне. Я не только родила. Блин, молодец. Я думал, ты спутаешь, и скажешь в Манчестере, и на этот тип, что... Это же Ислам любит. Так, я дал фору. Специально. Специально. Сколько лет я прожил в Алмате? Ну. 8, 9, 10 или 11 лет. Я сам даже не знаю ответ на это. Да нет, знаю, конечно. И что мы там пишем? Считаем. Считаем реально. Ну я знаю, во сколько ты из Кутавы уехал. Так, во сколько? В 10. Нет. А, не в 10, не в 10. Ты уехал в 9. Нет. В 6? Нет. Давай, пиши. Тут как бы моя игра. Ах ты мой маленький баст. Моя игра! Моя игра! Еще раз вариант ответа. 8, 9, 10, 11. 10 было? Да. Раз, два, три. Мам, ну ты чего? Че? 10 лет я прожил в Москве. 2005 минус 1994, это 11 лет. Ха-ха-ха. Он не отрывается. Хотите ничего? Окей. Ничего. Давайте по одному баллу вам. Давайте по одному баллу. Нет, деловой. С чего это вдруг? Хорошо, а ты какой ответил, 10, да? 10? То, что я здравствуй, своего друга. А я-то посчитала? Маме отправляется балл. Мне правда 11 было. Пахнет семейным подрядом каким-то. Я вообще не понимаю. Следующий вопрос. Мой любимый музыкант. Первый вариант Сергей Лазарев. Второй Майкл Джексон. Третий Скриптонит. Четвертый Стиви Уандер. Тут есть два, два точно музыканта, но я точно, которых ты любишь. И, ну, я точно знаю, что ты не предаешь казахов. Интересно, какой же вариант написала Жанна? Наверное, Майкл Джексон, блядь. Он же знаменитый казах. Казаха, да, и Стиви Уандер, и Сергей Лазарев. Ну что, на счет три показываем варианты ваши, ребята. Может, ты будешь считать? Три, два, один. Слушай, ну Дима, может быть, и прав. Да, я хотел написать Майкл Джексон, под него ты вырос, и танцевал, и все. Ну для меня Майкл Джексон... Блин, скриптонит! Ну скриптонита я тоже люблю, но Майкл Джексон для меня это... Ну я знаю, но Йок Макарёк. Подумал, ну получше. Четыре. Три. Три. Дима, ты практически догнал. Ну что, сейчас будет опять неловкий вопрос, готов? Давай. Целовался ли я с парнем? Да, в щечку. Да, в губы. Нет. Да, в засос. Подожди, да, в засос это четвертый? Да. Она настолько уверена, что список людей составляет, с которыми, скорее всего, это происходило. Я просто вспоминаю этот... Показывайте свои варианты. Раз, два, три. Молодцы, молодцы. Вы не подумали, что я полностью гей? Что-то есть... Но в губы я целовался, правда, с друзьями. Часто бывает, выпьешь что-нибудь. Ну ты же Милухин был. А ты где это помнишь? Мне кажется, вы умират их. Да, было. На коленках друг у друга сидели. Значит, пока я не жил в отдельном номере, у них там была самая веселуха. Кишеринка. Счет 5-4 в пользу моей роднольки-мамульки. Какая у меня группа крови? Третья положительная, вторая отрицательная, третья отрицательная или первая положительная? А у нас с тобой совпадают же, да, группы крови? Конечно. Я же террорист. А я тебе не рожал, у меня вообще никакой информации над тем. Хотя, ну, я тебя таскаю в большее количество ситуаций, где это чисто... Где кровь может появиться. Давайте показываем варианты 3, 2, 1. Фух, в камеру! Вообще мимо, Дим. Вообще мимо. Ну, Дим не рожал, правда. Ну, я, кстати, звонил специально в Алмату, чтобы узнать свою группу крови. А не мог у меня... А, ну ты же... Мам, я тут тест для тебя делаю. Можешь, пожалуйста, мне вариант рассказать? А у тебя какая? Не знаю. Не знаешь? Нет. У тебя работа, где ты один ходишь по заброшкам, и ты можешь проткнуть себе ногу, и тебе в любом момент понадобится дополнительная кровь, и ты не знаешь свой резус-фактор? Веди дальше выпуск. Давайте дальше играть. Кем самым первым я хотел в жизни стать? Первый вариант архитектор, второе хирург, третье певец, четвертое проктолог. Сука, я вот... Я отвечу неправильно, но рука так и тянется. Нужно написать четверку, да? Не смотри на мои губы, ты нам это... Ты опять вспоминаешь что-то там. Да, бля, 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 какая разница. Нужна мне эта футболка? Давайте, раз, два, три. Правильно. Неправильно. Неправильно? Неправильно, друзья, вот вы и первый раз хирург. Блин, я бы не знал. Мам, мы смотрели с тобой остаться в живых, и там был Джек. И я тебе говорил, блин, хочу хирургом стать. Во сколько лет я первый раз напился до беспамятства? Был такой, мам, не думай, не думай, что я такой весь... Если домой не приходил пьяный, это не значит, что не был. Чем галом ты пришел, может быть, в этот день? У меня два варианта. А у меня четыре. 21, 17, 18, 14. Я вам дам подсказку. Я всегда очень сильно боялся и маму, и дедушку, и алкоголь никогда не пил. Какой-то... Извини так, чтобы она проиграла. 21, 17, 18, 14. Ну все, погнали. На счет три. Раз, два, три. О, молодцы! Молодцы. В 17 лет, но это было за несколько дней до моего дня рождения. До 18-летия. Я у Макса на дне рождения первый раз вообще ушел. Как же мне было плохо. Бро, тебе надо выводиться вперед. Мы с тобой столько времени проводим. Ты знаешь все мои вообще секреты. Мама мои секреты, например, не знает. Слушай, я могу такие вещи рассказать. Давай это в другом шоу снимем. Шоу будет называться «Мама...» Ва**. Вполнешем. Ва**. Сколько стран я посетил? Вчера. 30, 24, 33 или 21? Во-первых, спасибо маме за то, что она меня с самого детства отправляла в другие страны. Спасибо Диме, что в последние лет пять мы с ним столько путешествуем. Так что, ребят, мне кажется, ты можешь посчитать. Когда я возила, а когда Дима возил, я не это, не посчитаю. С кемся? Там написано два. Я по написанию. Не, по звуку, по звуку поеду. По звуку? Да. Кнопки, кстати, там клевые у тебя 24. Вот. Бо**, какой-то вариант. Стойкую кнопку. Так вот 24 же. Блин, так нечестно. Все, честно. Второй. Ладно, ладно, давай туда. Ох, интересно, что же мы там ответили. Это правильный ответ, друзья, молодцы. Во сколько лет мне сделали обрезание? Одна где была в этот момент? Я деньги собирала. То есть за кусочек письки еще и платят? Три годика. Шесть лет. Четыре годика. Или семь лет. Ну, здесь нет ни одного варианта правильного. Так что у меня вообще нет шансов. Точно тебе говорю нет. Есть. Но весь этот день я помню очень четко. Вот прям как вчера помню этот день. Ну, ты звонил моим родителям в Алма-Ату по этому вопросу, как с группой крови? Звонил. Не ври. А Пуле звонил? Ну, не ври. Про группу крови звонил? Да не про группу крови, правильно? А, про Писюн? О, давайте папе моему наберем. Он же это все проделывал. Алло, Нуридин, добрый день. Это Дима Масликова беспокоит. Вот я с телефона Даника звоню. Кто? Дима Масликова, Дима Масликова, Дима Масликова. Мы просто находимся сейчас на интеллектуальном проекте, на котором находятся еще другие члены вашей семьи. И возник очень важный вопрос. Во сколько лет Данику сделали обрезание? Вы как непосредственно участник этого процесса хотелось бы узнать из первых уст. А какие варианты? Три, шесть, четыре, семь. Они на полном серьезе. В семь, потому что делается только в нечетные числа. Ладно, пап, спасибо. В семь, в семь. Все, в семь, в семь. Тогда мы пропускаем, потому что Дима еще не ответил. Не пропускаем. Дима хитрожопый просто. Не пропускаем. Какой это вариантик ответов? Ну давай напишем тогда оба. Нет, нет, нет. У нас счет 8-7. Дима догоняет мою маму. Осталось совсем чуть-чуть вопросов. Поехали. Ну что, следующий вопрос, друзья. И мама. Какой у меня был любимый предмет в школе? Никакой. Математика, русский, английский. Точно не русский. Физкультура. Точно не физкультура. Тут все визуально видно. Ладно. Это для тебя прям мощная подсказка этот вопрос. Потому что, ну не буду, вот не буду никому из вас подсказывать. Но Дима здесь должен, по идее, догадаться. Показывайте. Раз, два, три. И один балл отправляется Диману. Да ладно. Да, я очень любил математику. У меня, возможно, не сильно получалось, но я всегда любил... Вообще. Ну, нет, не говори так. А физкультуру я любил тоже. Что, с чего взяли? Я люблю в баскетбол играть. Ты знаешь, что я в футбол играю постоянно. В футбол смотрю. Почему нет? В физкультуру я тоже любил. А, да, тебе нет. Я думала английским, потому что ты часто ездил за границу учиться. Да нет, английский мне никогда не нравился. Ну все. Что-то сравняли. Что-то я бежаю от тебя. Да не, все нормально. Ребят, мы сейчас сравнялись. Максимально интересно. 8-8 счет. Финальный вопрос. Где я последний раз случайно обкакался? А никого не напрягает, что в вопросе... Вот правильно написано, что не вообще, когда он обкакался. Что, по сути, это не так часто в жизни происходит. Когда последний раз. То есть, этих прецедентов было, блядь, но... Ой. Было. Варианты ответов. На свидание с девушкой. Дома. На съемок, как Игр Кальмара. В кино. Раз, два, три. О, блин, я же правильно ответила. Да? Ты победил, Диман. Ой. А тут как раз и показывается настоящая мужская поддельная дружба. Мне абсолютно насрать на его группу крови. Сколько он жил в Алмате, но когда он последний раз случайно обосрался, я знаю, сука, досконально. Я знаю до мельчайших подробностей, что он эти обосранные трусы... Все, 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 все. Нет, блин, я сказал, эти обосранные трусы завязал и кинул с балкона квартиры. Они повисли на дереве и провисели там до весны. Ну что, 8-9, Дима, я тебя поздравляю. И футболочка наша, футболочка. Футболочка, вот эта замечательная, отправляется тебе. Ну, Даник, я так скажу, что все-таки... А мне она очень идет ей к лицу. Но твоя мама обойдется, я ее себе оставлю. Ладно, Жанна, будем носить по очереди. Да, хорошо. Ребят, вы и правда меня очень хорошо знаете. Это был Дикий Даник, это моя мама. Обязательно подпишитесь на ее инстаграм, она блогер молодой, что-то там постоянно показывает. Подписывайтесь на канал Димана, там уже практически 12 миллионов подписчиков. Давайте добьем, потому что мы молодец, молодец, молодец. Ребята, большое спасибо, что посмотрели этот ролик. Если вам понравилось, обязательно поставьте этому ролику лайк. Напишите комментарий, как вам моя мама. Мне кажется, она очень красивая и очень молода выглядит. Просто аррр. И она и в душе молодая. Это аррр, как пиратамица. Аррр. До скорых встреч. До скорых встреч. Баум.